Позвонил мне кто-то, я сейчас даже не знаю, что какой-то человек прибыл, потеряя, ушел откуда-то, у него два инсульта было, когда шел два инсульта было, ну и понятно. А, видимо, у Лены остановился, там где-то, с той стороны, на старосту вышел. Я так ничего не узнал. А когда стали говорить, что он здесь и вот такое, это мне уже Константин сказал, что там у него и документы. Даша, расскажи, я со слов говорю, а вы там с ним лично видите, как он выглядит, какой рост его? Ну, рост где-то метр, около метра шестьдесят четыре, метр семьдесят представился Алексеем. Как одет он был? Ну, одежда на нем хорошая, опрятная, одет он неплохо был. Бритый, бритый, бородай? Бритый, полностью бритый. Представился Алексеем Светляковым, семьдесят седьмого года рождения, с города Кирова. Сюда пришел Скорчино. Пришел, по его словам, по голосу Божьему. Он видел по интернету. Он сказал, что видел в интернете. Пришел, как он говорит, по наставлению Боженьки, поднимать Россию с колен. Вот. Пришел сюда, как он говорит, к своим. Я пришел к своим, начал искать, ну, где... То есть вы должны каждому слову его поверить? Да, а ни паспорта, ничего с собой нет, он паспорт порвал. Так, а денег нет, тоже порвал? Денег, за деньги он сказал, не сказал, ничего не сказал. Ну, не рождали, человек, и деньги порвал, бросил. О, как. А как же он ездит на что? Он автостопом передвигается, по трассе ходит, голосует и ездит. Причем до этого... С его слов, он опять говорит, с его слов. С его слов, да. И потом он еще сказал, что в милиции три раза было. Что три раза его уже милиция забирала и отпустили. Снимали отпечатки пальцев, по отпечаткам пальцев его определяли. Вот. То есть там уже не соврешь, что еще будет? Ну, как он говорит, да. Ну, и что потом, как вы разговаривали с ним? Вы увидели, когда? Вчера вечером. Вчера вечером. Ну, и кто? Батюшка там был с вами? Ну, потом мы с ним дошли до батюшки. Батюшка ему задал вопросы, он не на все вопросы смог ответить. Попытался заплакать, но перестал. Не получилось. И попросил его направить в ближайший город направлению. Попить билеты ему? Нет, он определенно не говорил. Он хотел отправить. Как отправить? Направить, направить. Направить. Куда послут рукой? Он заявил в одном из выражений, я пришел к своим, я пришел к своим, но свои меня не приняли. Мы спрашиваем, ты кто такой есть? И он говорит. Так спрашивать не надо ему, чтобы его спрашивали. Я Христос. Христос? Христос. Христос. Ага. Одно из выражений. И нам постоянно твердил о том, что пришел к своим. Телефон у него не заряжается от зарядки. Зарядку он выбросил и заряжается у него от какой-то энергии. Ну, Тесли, Николай Тесли, который брал из космос энергии. Это он-то заявляет. Спросили, семейный ли ты? Я развелся. Есть ли у тебя сын? Я у него спрашиваю. Есть ли у тебя сын? Где у тебя сын? Он говорит, у меня сына нет. А кто у тебя? У меня дочь. А где твоя дочь? Моя дочь живет в моем доме. Я предоставил жилье им. Ну, какие-то такие вот схемы интересные с его стороны. Дальше. Говорим. Ты пришел не по адресу. И он начинает артисты себя ставить. Слезы старается пустить. Мы говорим. Нас это не разжалобишь. Ты не обманешь. Пошли к батюшке. Пошли к батюшке. И вот во время движения от дома до батюшки, он несколько раз пытался пустить слезы, утверждая в том, что он пришел ко своим. Чтобы его здесь остановили. Разговор был с батюшкой. С батюшкой. Вот. А потом при батюшке, при батюшке, когда батюшка у него спросил. Ты с какой целью приехал? Он сразу изменил показания и говорит. Я приехал креститься. Нам он говорил, что документы у него есть. Но с собой нету документов. Пока же порвал документы. А батюшке он говорил. Я порвал документы. Не сходится одно с другим. Не сходится. Не сходится совершенно. Дальше. Батюшка говорит. Тебе нужно отсюда возвращаться. Куда? Оттуда, куда ты пришел. Вызовите, вызовите мне милицию. Он говорит. Да, он устаивает. Вызовите мне милицию. Батюшка нам предлагает. Пока мы на машине. И встречать должны человека. По времени сходится. Попросил отвезти его до трассы. Высадить на трассе. Чтобы он так, как он приехал, как заявляет. Чтобы назад уехал. До трассы. Не до поезда. Мы до поезда. Мы до поезда. Изменили решение. Почему? Потому что он опять рядом может вернуться. Он не сядет. Его не посадят. И он вернется. Будет еще здесь что-то делать. Мы довезли его до трассы. Высадили. Из машины. Перевели на другую сторону. Дороги. Дороги. Помолились за него. И после того, как мы молились. Он сел на машину попутную. Мы ему сказали, в каком направлении ехать. Он все утверждал. Мне до милиции. Мне до милиции. Мне до милиции. Ну хорошо. Ближайший пункт. Какой ближайший пункт? Ребриха. Да. Ребриха. Да, ребриха. Он сел и уехал. Вот такое. Он принес вам ущерб на этот бензиненное время, которое вы возили. Это наука нам. И наука другим. Мы что до трассы у вас никогда не было. Вернется опять туда живут. А вернется, это проще всего тогда его. Ну вот так было. Ну было так. Безнатий Тихонович. У нас тут не один приезжал. Что главное, в дальнейшем смотрим, почти все погибли, кто приезжал. Один был мне грозить все начало. Я из Казахстана. Из Казахстана там что-то вонел. Оттуда у нас. Ну и здесь шел. Урга была, еще в поезд додает. Ладно. Теперь поближе сюда. Давайте с вами рассказывайте, откуда, кто, как зовут. Макаров Михаил Валерьевич, город Санкт-Петербург. Ну, уже у нас разрешено было приехать. Да, у меня есть запись. Мы с вами беседовали. С вами никого больше не было. Нет. Нет, я должен был приехать с Владимиром. Протопопов. Да. Мы ее до сих пор не нашли. А что, он на работе? Нет, он не на работе. Он просто пропал, не отвечает на звонки. Исчез. Ну, как-то есть. Да. Но он на связи. Мы нашли человека, который с ним общается. И он... Так, я скажу, Володя, вот это вот сделай, чтобы оно не отличалось от этого. Вместе было. И тогда искать не надо будет. Многое теряется еще из этого. Так, у нас правило такое. Вот до обеда вы свободны. Свободны не шататься, а отдохнуть. Ночное время, вы приехали поздно. А после обеда уже на работу вместе со всеми. Вам понятно? Присматривайтесь, какой у нас порядок, устав, молитвы. Вот когда уже вообще в воскресенье будут больше приезжать, мы больше времени будем здесь находиться. Нам нужно сейчас от царников избавить огород. Поэтому, по вашим усилиям, что будет сказано. У вас приехали с собой какое имущество? Просто не заплатили? Да, ну, все по списку. Все так. Топорика своего нет? Нет, это не сказали, не успели. Потому что у нас заготовка идет, необходимая плетень, плетень. Уставить, вернуть. Ну, Вячеслав приедет, мы тут. Образуем команду, быстро дня за два сделаем это. Ну, остальное вам известно. Ехали, знали, куда едете. Да. Все остальное дальше будем говорить. К истинному православию книгу он лежит. Он, 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 трехтомник, анаст. Да. Ты скажи, что ты с Георгием узнал-то? Попробую. Пускай расскажет, через кого он узнал-то о нас-то. А вас, да, узнал-то, ну, через интернет. Первый ролик мне дал посмотреть, ну, ссылку дал, Георгий. Ну, то есть Юрий Пахмутов. Бывший Юрий. Конечно, да. Пахмутов. 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 Вот с каким человеком позднулись. Это очень хороший человек. Он здесь был. Как я говорил, у него какое-то хозяйство, там козы. Не мог приехать. Я два раза в этом году был у него в гостях. Отлично. Ну, там помогал. Вот так. Так, как вы располагаете время, когда думаете обратно? 15-го числа. 15-го. То есть, 5 дней у нас еще побудете после крещения. Да. Мы даем рекомендацию о принимать решение о допущении до крещения всех батюшкиной власти, чтобы вы знали. Мы приедем с Барнаула, члены церковно-приходского совета. Будут вопросы задавать. А перед этим вы будете заниматься. Заранее напишите, как пришли к Богу. Там все написано, что какие вопросы будут. И они будут расширяться. Кто-то. Это понятно вам. С чем-то страдаете? Какими-то болезнями, чтобы вам дать льготров? Или нет? Нет. Ну, нам работники нужны в это время. Потому что нынче нам сильно навредили три плотины, бобры уничтожили. Почти. Поэтому мы сейчас деревья будем собирать эти тележки, руками возить. И там грузить. И все-таки будем там бывать и делать. И кое-что уже приготовили. Ну, а сегодня, сейчас, что? Последствия блюдаем православные. Остальное уберите. В воскресенье в храм. В храме смотрите, как мы делаем. Когда священник ходит, идет. Кодит не людей, а иконы. За ними не крутиться. Как стоял, так и стоишь. Когда крест походит, уже на кресту передать им на бутылбочке. На норове лежит диван или крест. Два подвое подходят. Два поклона поцеловали, и тогда подходят. Ну, то есть, глазами смотрите. Методом подражания вся природа работает. И звери, и птицы, и все. Это хорошо получилось. Вам не пришлось же это? Вы не опоздали его встречать? Нет, у нас было время достаточно. Мы еще постояли. Я думал, что поедете. А потом вспомнил, да вы же встречать будете. О-о-о. Я тогда пошел спать. А я тут еще мотался, ходил. Велосипед, благодарю и спаси Христос. Подняли эту крышку. Слава Христу! Да. Работа у нас сейчас нетрудная. Ползаем. У вас рабочая, если надеть такую, не здраво. Ну, можно, если хотите, дать мешок. Но пустой на него, чтобы коленем ползать, траву рвать. Рукавички тут дадут. Нормально надо будет пощинять их тут. Рукавички. Там семейное положение, другое. Вы торопитесь 15-го у вас на работу. С работой связано? Или просто? А то могли бы еще побыть у нас. Ну, работа и семья. Они билет уже обратно взяли? Да. Вот это вот я не очень приветствую, когда бывает, и можно остаться. Вот у меня уже билеты на билеты. Я ни разу в жизни своей на обратный билет не брал. Никогда. Хотя проездил столько, что хватит многих. За четыре года мы останавливали 650 библиотек посетителей. 120 тысяч километров. Государство, Европа, Скандинавия, Прибалка. Видишь, как. Всякое было. Но заранее, вот так связывать себя билетом, никогда. Мне это не нравится. Почему? Ну, билеты берут же люди-то, но не все же это. Бывает так, проехать никак нельзя. Кое-кое-кое, говорит, сели. Сели на весь вагон, оказалось пять человек всего. Почему они других не допускали? Непонятно. То ли были сведения, что дорогой будут садиться. А прямо упирались никак. Дорогой-то никаких происшествий не было еще? Нет, были интересные встречи, беседы. В Санкт-Петербурге в автобус садился, и напротив мужчина за поясом смотрит, говорит, а у тебя поясок, говорит, и старовер. Я говорю, нет, не старовер. Ну, и все, и начался диалог. Я говорю, еду на крещение, вот. И потом в автобус тронулся, там уже 10 часов вечера, люди уже спать легли. Уже не удалось пообщаться, он там про Алтай рассказал, как ездил, ну, в Алтайский край. Тоже в поезде что-то? Нет, это еще в автобусе. Я с Санкт-Петербурга на автобусе доехал до Москвы, а в Москве на самолете прилетел в Барнарус. А на автобусе дороже жил на поезде-то? Ну, он же в расстоянии дешевле, чем на поезде. Если бы я на поезде... Это больше расстояние, на поезде-то. Так, ну, все. Так, давайте, берите, что есть в своем там. В Москве вышел, ну, и с ним 3 часа мы беседовали, я визитку дал и книгу подарил ему, к истинному православию. Да что же вы там, языкому человеку? Так не надо было делать. А? Вячеслав мне уже сказал, да. Ну, газеты, братья еще, книги-то на учете каждая книга. Вы его толком не знаете, книга может валяться. Люди у нас в очередь стоят иногда больше года. Но это дело ваше, конечно. Книг-то нет, и издать невозможно. Цена повысилась почти в 3 раза сразу из-за бумаги. Так что сами смотрите. И у вас больше нет этой книги. Есть. Ну, я у себя раздал братья. У нас есть газеты по отдельно, по покаяниям еще. То, что книги есть, это с 14 газет выходили в вкладыши. Это можно дорогой кому-то дать. А лучше всего вводить на наши ресурсы, где все есть, все книги. А так, где ты напасешься к них. Визитки, то не каждому дашь. А в Москве возле... В монастыря... Николай Астафов дал мне программу обойти, посмотреть монастыри, храмы. Встретил дедушку, старовер, белая борода. Он сказал передать вам большой привет. Кому? Да, он вас знает по роликам. Он действующий освещение. Вы не встречался? Нет, лично не встречался. Александром его зовут. Старобрядец. Старобрядец. На каком утечении он там? Белохренирская или Новозетковская или Беспаковская? Вот это он не говорил. Она была спросить. Ну, я еще... Но ваш обратный адрес в ней нет? Нет. Визитку ему не дали. Визитку не дал. Он и... Я говорю, можно с вами сфотографироваться? Я покажу фотографию. Но он тоже противился. Не хотел. Я потом все-таки говорю, она же у меня останется, я никому не дам. Он говорит, хорошо, давай. Я сделал фотографию, а телефон не может ее открыть. Ну, я как бы ее вижу, но она не загружается почему-то. Никогда такого не было. Ну, она есть маленькая. Подзвонил, да и все. Ну, с самого фото. Ну, я вам покажу. Телефона нету, может быть. Но это раз не загружается, нету. Система отвергает. Нет такого. Ну, это было фото сделано. Фотография. Ладно. Очень расположенный. И причем, ну, уже все, мы с ним попрощались. Ну, я пошел в одно метро, ему надо было на другое. Обычно с Астахом переписывались давно? Ну, наверное, месяца два назад первый раз. Ну, так нет, я уже два года смотрю ролики. Я еще не понимаю. Не собирается он, значит, приехать? Довольно. Работу он все... Ну, вы уже там... Работу, он не работает. Он ищет, ищет, ищет работу. На даче. Туда люди со всего мира едут и работают на стройке. И там столько людей, ну, считай, все среднеазиатские республики здесь. Там речь-то идет уже не о десятках, а о сотнях тысяч людей. А вот свой москвич не может найти работу. Это не так. Работу нет. Понимаешь, есть на что жить. У нас семья большая. Отец инвалид был. Я не хотел до 60-го класса учиться. Пошел, пласти на шаги на коне. Вот другой отец меня пробой проводил. Дал три угля больше не было. Два тридцать, он что на билет, 70 копеек моих. Вот я на них должен квартиру снять, подготовиться, сдать там куда в университет, если тут, техникум, ну и все прочее. И себя обеспечить. Я старого купального дня должен думать, как подпитаться. Один раз что-то у меня в подошву отлетело. Ну что делать? А тогда киоски были маленькие такие. Ну просто забегала бы какая-то. Стоит где-то сама. Я подошел, там два бурка сидеть. Я говорю, в подошву надо как-то привезти. Он, наверное, привезли мне, говорит, гавриилей, которых у меня нет. Я говорю, ну как так? Ну а что тебе даром дело, что ли? Ну я тогда пошел с одним ботинком домой. А он, видимо, заматерился, я мне ее выбросил. Я подобрал, допустим, я оттуда. Я-то думал, он забьет какую-то стоимость гвоздей, там у меня еще что-то есть, там два рубля, допустим, я уже заработал там. Кому-то уголь таскал, кому-то дрова пилил. Вот это вот, когда люди обеспечены. Вот есть такие люди заканчивают с красным дипломом. А есть такие просто, закончил и троечки встречаются у него. В жизни более приспособлены, оказывается, эти, которые добывали. А то ему легко дается, так это на все надеется. У него разбитие такое. Писали про двух сестер. А они, кажется, к 17 годам закончили университет. Закончили. Все с отличием. А теперь прошли годы, спрашивают, ну, такая перспектива у них была где. Ничего, нормально, работа там где-то работает. Никуда они дальше не пошли. А другой, который вот так вот, он пробивает ему новинку, он везде трудится. А трудится, значит, у него и люди такие появляются. А которому легко дается, в конце концов, на этом все и закончилось. Это не школьное. Надо ты сам должен. Вот вчера, видите, сколько их там было. Я сказал, в четвером проводить его. Незнакомый человек. А потом думаю, они его не проверили. Если такое дело пошло, его нужно было ощупать одежду, посмотреть, что у него с собой есть. Вы сами-то не подумали. Понимаете, проверили и с карманом вынули. Была веревка и была отвертка в кармане. Это нож. Еще ему отдали обратно? После того, как посадили, это его вещь. А так-то он вас перещелкал, как мух. И все, и машина села, и поехала. Вот. Я сказал, говорит, одно забыли торопят. Покормить надо было. Дать ему с собой еды. Потому что он голодный может быть. Но мы тут заторопились и забыли даже. Я наказывал. Человек пришел сюда спросить. Тебе надо на дорогу что-то поесть? У нас есть хлебушек. Бывает есть картошка, там еще что-то. Я ему не дам то, чего у меня нет. И видно, человек привык болтаться, ходит как или. У нас бывает так, нет? До свидания. Один там зарядить телефон надо было. Зарядишь дома. Их таких много болтается. Ладно. Вопросов никаких нет. То есть вы поняли, что этот человек болтается по миру? А почему он просил милицию? Ему хорошо там было. Если бы плохо было, он бы не торопился туда. Я это знаю. Когда хорошо там встретят, хорошо, то есть серьезно, они тогда обходят милицию. А так побыли, посадили, отправили. Где-то он встречался не с такими. А то бы спустили с третьего этажа. Так. Все. Поехали? Давайте.